Идеальный ремонт! Мой принцип доверять профессионалам. Чтобы можно было где попариться. Чтобы все-таки были теплые тона. И дедушкин дух остался, и современность. Понимаю. Мне нужна эстетика. Чтобы все было удобно. Так хорошо. Это мы еще даже не поели чечевик. Мне очень нравится. Какая красота! Я обожаю эту комнату. Я потрясена. Ёлки-палыш, приходите теперь ко мне в гости. Приезжайте, ребята. Буду рада вас видеть. Это настоящий идеальный ремонт. Мы продолжаем навещать наших героев. Тем, кому мы уже сделали идеальный ремонт. Давайте вместе с вами посмотрим, как они там обжились. Что нового произошло в их жизни. Смотрите прямо сейчас. Большие перемены в квартире Владимира Коренева. Идея устроить серьезный ремонт в квартире – это идея нашей дочери. Как живется Ларисе Лужиной в новом интерьере. Проходите, я ничего не знаю. Летнее чаепитие на даче Александра Михайлова. Я очень рад и признаться, что вы меня не забываете. Идеальный ремонт в гостях. Доброе утро, Владимир Владимирович. Доброе утро. Я так рада, что можно вас навестить и посмотреть, как вы теперь живете. Хотя первое, что я вижу, это то, что у вас уже коридор весь изменился. Этого не было. Это просто ваша программа вдохновила нас на большой ремонт. Который, если интересно, я вам покажу. И с удовольствием. Мы всегда рады, когда мы можем дать какой-то толчок для всех интерьерных преобразований. Давайте посмотрим кухню. Я всегда волнуюсь, что там происходит после нашего ремонта. Можно? Спасибо. Кухню Владимира Коренева мы переделывали несколько месяцев назад. Архитекторы Ева и Василий Корбаковы полностью изменили ее планировку. Мебель и входная дверь стали единым целым. Серые оттенки, а также песчаные дюны на стене привнесли в этот проект морские мотивы. Появилась и новейшая техника. Например, индукционная варочная панель. Кухня получилась модной и немного аскетичной. Нам показалось, что Владимиру Кореневу и его жене, актрисе Алле Константиновой, этот стиль понравился. Здравствуйте. Здравствуйте, Литя Константин. Здравствуйте. Что вы делаете? Учите роль? Скоро спектакль вспоминаю. Я помню. Синюю птицу. Мы жили в этом декорационном сарае. Женя Урбанский, Алик Филозов, Юра Гребенщиков, Оля Фган. Наша жизнь была полна счастья. Послушайте, вы же говорили мне о том, что кухня для вас всегда это место, где проходили репетиции, где собирались все друзья, артисты. Так вот вы здесь и сидите. Да, я очень люблю это место. Вот она, с тех пор тут и сидели. Слушайте, ну дайте сейчас я оглянусь. Как у вас что, как столешница это живет, дерево очень хорошее было. Все чисто, красиво, аккуратно. Ну не знаю, только появилась вот, наверное, какая-нибудь крымская клубника. Вы же недавно ездили, я знаю, на большой фестиваль. Мы пытались сохранить все, как было, чтобы было так идеально, как это было на идеальном ремонте. Очень большая радость для нас это видеть. Как плита работает. Замечательно, наконец, я к нам привыкла. Так вообще-то у нас, по-моему, Владимир Борисович собирался готовить. Это он собирался. Это я на даче. Он на даче любит готовить. Балуюсь, да, дома, конечно. А здесь мы, да, здесь мы. Очень хорошо. И главное, что у меня такое чувство, будто мы совсем недавно снимали программу и недавно закончили. Ну, может быть, изменился порядок всех этих баночек, но даже сейчас не могу найти каких-то сильных отличий. И стол круглый. А, кстати, круглый стол – это очень хорошая мысль. Дело в том, что мы ездили в Китай, и там один китайский шеф-повар рассказывал нам, как надо сервировать стол. Ну, вам не нужно совсем уж китайскую сервировку, но вам обязательно пригодится наш подарок. Это чудесный китайский сервиз для чая. Сейчас покажу. Наташа Барьве побывала в Китае полгода назад. Знакомясь с китайской культурой, она постаралась узнать и о том, как здесь подают блюда и сервируют стол. Рассказать об этом согласился шеф-повар одного из лучших отелей – Хайнане. Расскажите, почему вот китайский стол обязательно круглый? Такова традиция. Круглая форма удобна для всех собравшихся за столом. А вот это вот, вот это замечательное изобретение китайцев, что это значит? Такая столешница тоже очень удобна. Сюда ставится блюдо, и каждый может приблизить к себе свое любимое кушанье. Хансы, многие в России знают и любят китайскую еду, но мы совсем не разбираемся в правилах сервировки. Объясните, пожалуйста, как вот здесь все организовано? Вот стандартный набор. Это чашка для чая. Это палочки, которые берут правой рукой, делают их из дерева. Вот салфетка, чтобы вытирать рот. А в такую пиалу кладут еду. Теперь как подаются блюда вот на этот круглый поднос? Вначале подают холодное блюдо. Каждый человек берет их своими палочками, затем ест из пиалы. Столешница вначале вращается в сторону гостя, чтобы продемонстрировать уважение. Когда гость взял кусочек, столешницу двигают дальше. Последним берет блюдо хозяин. Как я уже сказал, вначале подают холодное кушанье, потом горячее. Сегодня мы приготовили ягненка. Его сервируют на горячем камне, чтобы все за столом почувствовали жар углей и ароматный дымок. О, так это горячий камень. Хансы, блюда уже появляются на круглом столе, но непонятно, когда можно начинать есть по этикету. Приступать можно сразу, как только подали холодное блюдо. Итак, все готово? Все горячее уже есть? Да, все блюда поданы. Каждый может выбрать себе соус, например, сладкий или кисло-сладкий. Иногда китайцы хотят, чтобы вкус был более насыщенным. Тогда добавляется соевый соус. В конце подают рис. Если есть мясо отдельно, оно может показаться слишком жирным. С рисом совсем другое дело. Хансын, а разве десерт появляется одновременно с горячим? То есть вот не мешают горячие блюда появлению сладкого на столе? Китайская трапеза – это множество различных вкусов. Чтобы их разбавить и обновить, китайцы могут взять кусочек десерта и запить его чаем. Большое спасибо. Главное, что я поняла, что это красиво и выглядит очень вкусно. Но правила подачи совершенно не походят на русский. Нам нужно учиться, как есть по-китайски. Этот китайский сервиз замечательно украсит вашу кухню, потому что она вся такая в голубых тонах, и вы любите все голубые и синие тона. С очень хорошими китайскими чаями, с самыми разными – белыми, желтыми, зелеными, полезными. Надеюсь, вам понравится, как-то освежит наш уже сделанный идеальный ремонт. Да, замечательно, по цвету все подходит. Я теперь очень хочу посмотреть, что у вас там происходит в гостиной. С удовольствием покажу. Покажете? Да, обязательно. Но вообще надо, чтобы вам дочка показывала, потому что это ее инициатива. Это она у нас была дизайнером, но и ей помогала… Ева Корбакова. Я, Ева Корбакова, они подружились. Наш дизайнер, который работал. Посмотрите совместную работу. Прошу вас. Хорошо. Владимир Коренев – это одно из тех, так сказать, абсолютно доказательств, что годы талантливого мужчину красят. Потому что он совершенно уникален на своей жизни. Я бы даже сказала, он пережагнул планку своего внешнего, так сказать, образа того самого мальчика. Их в театрах, в которых была влюблена практически вся советская страна. И не скрою, помимо этого, он еще и удивительный, талантливый артист. И мы недаром с ним работали в картине «Виват Анна», где он играл «Князи Долгорукова». Очень хорошо сработало. И у нас остались самые лучшие отношения. Ух ты! Ух! Слушайте, какие вы молодцы! Во-первых, здесь все свежо стало. Чудесный серый цвет. И как-то невероятно сочетается с кухней. И чудесный шкаф с красивой расстекловкой. Почему ему очень подходит вот эта передача «Идеальный ремонт»? Потому что он очень идеальный человек. И в идеальном ремонте, наверняка, вот эта чистота и интеллигентность, и современность в то же время, оно ему очень соответствует. Вы знаете, только что, пожалуй, мне немножко не хватает цвета. Хочется немножко какой-то акцентов бросить вот на это серое. И еще мне кажется, что хорошо было бы кресло поставить. Но еще мы в процессе. Мы еще не все не до конца. Да? Да, да. Я что-то не верю, что вы вот сами все сделаете. Давайте-ка, давайте прямо вот дайте мне совсем мало времени. Ну, минут пять. Мы не волшебники, но хорошо учимся. И мы поменяем здесь кое-что совсем незначительно. Ладно? Доверьтесь нам, конечно. Но есть только пять минут. Человек-амфибия будет вечно. «Будет вечно» – это сказка о добре и его сумасшедшая роль, сумасшедшая красота, как и у Насти Вертинской. Сколько у него сыграло, все время Человек-амфибия, хотя у нее фантастические роли были. Актеры – зависимые люди. Не мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает? Итак, мы решили добавить несколько ярких пятен в интерьер гостиной. Лучший способ оживить комнату – декоративные подушки. Они ручной работы, шиты из благородного бархата и натурального шелка. С серым цветом прекрасно сочетаются брусничный и бирюзовый. Это воздушное и уютное кресло, разработанное итальянскими дизайнерами. В любой интерьер оно привносит нотку экзотики. Кресло состоит из прочной алюминиевой штанги и кокона ручного плетения. Материал – искусственный ротанг. Он сочетает в себе экологичность и великолепное эксплуатационное качество. Не боится ни дождя, ни холода, подходит для улицы. Розовые пионы и красно-зеленые гортензии – искусственные, но это новое поколение искусственных цветов. В их лепестки добавлен шелк. Цветовые переходы максимально естественны. Далее в идеальном ремонте. Вот это вот кресло, чтобы можно было смотреть телевизор. Я думаю, что кот у него будет спать хорошо. Здравствуйте, Наташа. Я благодарна за то, что вы мне сделали этот ремонт. Спасибо большое. Сегодня специальный выпуск идеального ремонта. Мы отправились в гости к героям прошлых программ, чтобы узнать, как им живется в новых интерьерах. Оказалось, что переделка кухни вдохновила Владимира Коренева на ремонт всей квартиры. Его гостиная нам понравилась, но ей не хватило ярких пятен, и мы их добавили. Честно сказать, я в восторге от того, что вы продолжили ремонтировать квартиру после того, как вы сделали кухню. Это самый лучший для нас комплимент, одобрение нашей работы. И видя, какая у вас чудесная гостиная, но понимая, что немножко не хватает ярких пятен, мы вот сейчас так быстро кое-что сделали. Ну, во-первых, очень красивые яркие подушки. Разложили, чтобы у вас был не сплошной серый диван, а с такими брызгами, акцентами. Вот это вот кресло, которое одновременно, оно же кресло и качалка. Для того, чтобы уж не знаю, вы решите, чье оно станет, кто больше в нем будет сидеть, чтобы можно было смотреть телевизор. Я думаю, что кот в нем будет спать хорошо. Вы знаете, это шикарно. Кот у вас очень красивый, но слишком шикарный. Я такой кот. И ботанические копии пионов, которые тоже соответствуют по цвету всем пледам и подушкам, такой розовый-серый. Классическое и очень красивое сочетание. Спасибо, Наташа, за подарки. Замечательно. Вообще приятно иметь дело с талантливыми людьми, у которых замечательный вкус. Красиво, удобно, хорошо. А нам очень приятно, что все, кому мы помогаем, люди такие зажженные, тоже очень творческие. Я вижу, как не придется все со сценарием или что-то читаете, что вы постоянно с этой жизнью театр. И, пожалуйста, радуйте нас и дальше. Оставайтесь такими же. И мы будем счастливы, если вы будете наслаждаться этим интерьером. Спасибо. Итак, мы помогли Владимиру Кореневу завершить ремонт всей квартиры. А теперь отправляемся в гости к его знаменитой однокласснице Ларисе Лужиной. Да, они учились в одном классе, в школе города Таллина. Вместе занимались в драм-кружке при русском драматическом театре. Затем оба решили стать артистами и поехали в Москву. Оба прославились. Буквально на днях они вдвоем блистательно выступили в программе Первого канала «Кто хочет стать миллионером». И они оба герои идеального ремонта. Вот так удивительно связана их судьба. Он всегда везде говорит, что я у него списывала. Я поэтому знаю, что он очень умный. Он действительно был умный со школы. Поэтому я в него верю. И поэтому я вот взяла его как партнера к себе. В прошлом году мы сделали новую кухню для народной артистки России Ларисы Лужиной, которая живет вот в таком панельном доме, как, впрочем, многие из нас. И сейчас я хочу навестить ее, посмотреть, как она обжилась в этом идеальном интерьере. И что нового произошло в ее жизни. Вы приходите. Обязательно приходите. Я буду рада вас видеть. Спасибо. Я непременно приду. Завтра. Завтра начинается через час. Здравствуйте, Наташа. Доброе утро, Лариса Анатольевна. Решили вас навестить. Решили навестить, посмотреть, как вы живете, как вы освоились с ремонтом. Рада вас видеть. Проходите. Я ничего не меняла. Да что вы. Сейчас мы посмотрим. Ничего совершенно. Спасибо. Работая над этим проектом, мы вдохновлялись черно-белыми фотографиями Ларисы Лужиной и картинами Леже. Дизайнер Ирина Бронникова предложила смелый современный проект. Его изюминками стали изразцы, розовая стена с переплетами, стеклянный стол и шкаф, украшенный текстами из песни Владимира Высоцкого, той самой, которую он посвятил Ларисе Лужиной. Наверное, я могил. Глаза закрою. Наверное, я могил. Робею. А потом, куда мне до нее? Она была в Бариже. И я вчера узнал, не только в нем одном. Кто раньше с ней был, и тот, кто будет после, пусть пробует о ней, я лучше бережу. Кто раньше с ней был, и тот, кто будет после, пусть пробует о ней, я раньше, я лучше. Ой, Лариса Анатольевна, как приятно, что вы меня ждали. Тортик, пирожные всякие. Ну, вы замечательно похудели. С тех пор, как мы не виделись, вы просто, ну, стали такая тонкая, звонкая. Я, серьезно говорю, похудела. Как вы это делали с ней? Ну, я действительно этим занималась, потому что я была в клинике, и действительно, там, когда вместе со всеми, одно у меня не получается. А там все-таки режим был. Там пять раз мы ели в день, ну, правда, без хлеба, без соли, без всего. Потом занимались гимнастикой, массаж, скандинавская ходьба. Так что вот это все, вот, все вместе, вместе делали. А вот вы похудели, теперь же что, гардероб надо менять? Вот я там думаю, это правда. А нет, вы знаете, мне все вещи, которые у меня были, они стали просто на мне хорошо сидеть. Ох, прелесть какая. Серьезно, они, ну, какие-то увеличили, там, брюки надо уменьшать все время. Ну, я их переделал, и все. А все остальные кофты, все, оно как бы в обтяжку было, а сейчас все свободненько сидит. И меня даже Александр, Саша Васильев пригласил в программу. Да что ли? Можно приговорить, да. Высокие бедра, стройные ноги, стройный стан, красивая талия, посадка груди на месте. Ничто не падает ни в одном направлении, правильно? Они шили на меня вещи, видно, от того, что я похудела, решили вот показать мне на экране. Я же была когда-то в юности манекенщицей работала в силуэте в Таллине, да? Я думаю, господи, хоть вспомни, как-то по подиуму пройтись. Ну, как-то приятно было пройтись, да? Приятно, только, к сожалению, я ходила раньше вот на таких каблуках, а сейчас я не могу надеть такой каблук. Но это тяжело, я так меня пока покачивала, когда я шла. Все-таки уже навык уже нет, того навыка нет. А что они, они шили что-то вечернее тоже, да? Они шили и такие брючные, шили там вещи, и вечернее платье такое летнее вечернее, и шелка. Свободная. Свободная, такая длинная рубаха такая. Ну, а куда носить? У вас вообще сейчас много всяких детей. А я думаю, что это можно на фестивале. Это я так вот, а вот только если где-то на фестивале, вот типа киношелка, там, и летний фестиваль, да? Когда вечером можно в таком легком платье, очень хорошо жить. Отлично. Вы худели, пусть все упадут и от нового платья. Чудесно. Скажите, что вы думаете? Ну, знаешь, как сказать, Саша, я немножко расселялась, потому что на Марину Владе стал формат. Расскажите мне, как вам на этой кухне живется? Вы знаете, мне очень нравится. Во-первых, мне нравится этот цвет. Меня он успокаивает. Вот у меня раньше был фисташковый здесь, а потом я узнала, что фисташка вызывает аппетит. Я не знала об этом. Ну вот, мне говорили. Я почему сегодня хотелось есть? У меня в кухне хотелось есть. А вот этот цвет как раз притупляет аппетит. И мне нравится. И мне даже здесь не очень хочется есть сейчас. Ну, я помню, что мы старались сделать вам сочетание серого с розовым. И наш замечательный дизайнер Ирина тоже хотела это сделать, Ирина Бронникова. Потому что это модные цвета, это очень красивое и благородное сочетание. Ну, в принципе, такое, знаете, вот успокаивающее. Да, тем более, что у меня, если в той гостиной, у меня тоже там диван такой сиреневатый. И гардина сиреневатый. И мы как бы шли оттуда. Я так поняла, что дизайнер делал так, она как бы шла, поддерживая тот цвет, чтобы так плавно перейти сюда. Мы всегда хотим связать интерьер с интерьером, чтобы это было. Мне очень хорошо, нам нравится. И очень многим нравится, потому что кухня как бы небольшая, но она как-то так компактно все сделана, вот все высчитано каждый сантиметр, миллиметр, что она вот стала такой маленькой-маленькой-маленькой гостиной. Я очень люблю Ларису Лужину, ее невообразимую, такую дарственную всем окружающим, совершенно неповторимую улыбку и безумно ей благодарен за все, что от нее узнал прекрасного, творческого, интересного, как чего-то очень личного, чего-то такого человеческого в Исоцком. Ты зачем в город залезла, а? На вас посмотреть, смелых и отважных. Все разные разговоры ведут. Одни говорят, умный в гору не пойдет, другие – альпинизм, спорт, смелых. Ну, а ты кого слушаешь? Я и тех, и других поменю. А скажите, пожалуйста, много ли кому приходило здесь гостей за это время, пока нас не было? Ну, вообще-то много приходило ко мне. Во-первых, у меня очень много бывает съемочных групп, которые тоже, я всегда квастаюсь, а это идеальный ремонт, это все идеальный ремонт, первый канал. А это, у меня еще был день рождения здесь, у меня было много гостей. Я, наконец, все не отмечала, не отмечала дни рождения, пять лет я не отмечала. А сейчас решила, думаю, надо все-таки, лучше все-таки отмечать, потому что хоть раз в год, но ты собираешь своих близких, своих друзей, с которыми только по телефону разговариваешь. А здесь, хоть, наконец, воочию всех увидишь. И все здесь сфотографировались в этой кухне, всем очень понравилось, все были в восторге, говорили очень хорошие слова. Так что я благодарна за то, что мне сделали этот ремонт. Спасибо большое. Лариса, я так рада, что у меня есть возможность сказать самые добрые слова в твой адрес. И как человека, как женщины замечательной, замечательной актрисы, которую все зрители прекрасно знают. Я знаю, ты так много работаешь, у тебя так много встреч со зрителями. Я очень тебя люблю, уважаю, ценю и всегда очень рада, когда встречаюсь с тобой. Что еще в вашей жизни интересного было за это? Да вот, честно говоря, так, ну как что, у нас поездки только были. Я знаю, что вы на фестивале были очень много. Нет, мы много ездили, мы были в Луганске, в Донецке были, мы даже ездили в эти места. Сейчас из Ростова, потом из Южно-Сахалинске были, на Дальнем Востоке были. В Петербурге, вы по-моему, еще были. В Петербурге, мы в Ливат России сейчас были на фестивале. Потом, действительно, за это время очень много объездил, очень много гастролей было. Вот сейчас в Ростове-Дону мы были, просто огромный зал, музыкальный театр, там тысячу, по-моему, мест больше, полный зал народу. Мэр города присутствовал, все там, губернатор нас поздравлял. Все очень хорошо принимают. Татьяна Анатольевна, я так рада слышать, что вы востребованы, что вы очень активны, что вы похудели, что гардероб стал еще более прекрасным, чем был. Это все очень замечательно, мне как-то хочется думать, что и мы вложили какую-то частичку усилий в это. Дали, может быть, действительно заряд. Я, конечно, вижу со стороны, это очень заметно, что ваши кошки любимые оккупировали эту кухню. Их не было, когда мы сдавали его в объект, теперь кошек много. Ну, что делать, это у вас, я знаю, что вы их собираете, кошек, вы их любите. Я, оказывается, кошкой. Да, достаточно большие глаза, посмотрите, видно, что вы кошка. Зеленые, большущие глаза, как у кошки. Вы не бандиты? Вы не будете меня грабить? Ну, в общем, все это свое радуется. Мне очень приятно, приятно, что как-то здесь спокойно, хорошо, я вижу, что что-то появилось. Ну, это свое, вот здесь это кошки пришли. Ну, как иначе, вы же сделали все, так сказать, как бы основу для меня сделать. Я могу здесь мою свою фантазию разбернуть? То есть мне нужно и нужно. Но, тем не менее, она вот принципиально ничего не изменила, ваша упрочетская фантазия, которую, я понимаю, бьет ключов. Ну, только добавила лишних вещей, конечно, которые можно, в принципе, убрать. Но вот цветы, как вот без них, никуда не денешься, все равно на подоконнике. Конечно, мне нравится больше, когда меньше вещей. Ну, ничего, сейчас лето наступило, все, заберу, половину кошек на дачу отвезу. Хорошие мысли. С точки зрения строгой эстетики я ее одобряю. Но кошки ваши, поступайте, как хотите. Очень рада была вас навестить. И у меня для вас есть подарок. Мы как-то, знаете, без подарков в гости не ходим. Спасибо. Я люблю получать подарки, как любой человек любит. Вот эта замечательная посуда, которая как раз прекрасно смотрится на фоне этой белой, с черным кантом плитки. Это очень хорошая французская посуда. Спасибо. Основательная, с прекрасным покрытием, на котором можно готовить без масла. Теперь можно будет дальше продолжать худеть, уже просто абсолютно научно легко готовить. Ну, и быть в прекрасной форме, в таком, как вы находитесь. Спасибо большое. Лариса Анатольевна, я вас люблю. Я очень рад, что у вас все хорошо. Что благодаря программе, которую вы сейчас смотрите, мы все смотрим, у вас стало еще лучше, чем было. А вот я вам и желаю этого, чтобы у вас всегда было лучше, чем было. Счастья, здоровья, успехов, удачи, востребованности, ролей, дорогая моя любимая, киномама. Далее в идеальном ремонте. Здравствуйте, Александр Мяковлевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то у вас, знаете, как-то неуютно. Неуютно, да. Вот этот шкаф еще... Это вы сделали шкаф? Да, это мы уже сделали. Послушайте, не верю. Сегодня идеальный ремонт отправился в гости. Мы решили посмотреть, как живется нашим героем в новых интерьерах. Оказалось, что Владимир Коренев решил отремонтировать всю квартиру. А Лариса Лужина после нашей переделки похудела и обзавелась новым гардеробом. А мы продолжаем знакомить вас с особенностями сервировки в разных странах мира. И сейчас отправляемся в Грецию. О средиземноморском стиле расскажет представительница очень знаменитой столетней династии производителей текстиля. В последние годы этот текстильный дом особенно интересуется искусством сервировки стола и производит модные скатерти, салфетки и даже посуду. Программа «Идеальный ремонт» в Греции. Я хочу поговорить с Нелли Тогас, руководителем дизайн-бюро, где разрабатывают посуду и текстиль. О том, как сервировать стол в средиземноморском стиле. Нелли, что сейчас модно? Наташа, смотри. Мы могли бы накрыть стол скатертью, но сегодня ветром... ...вида подставок под горячее. Одна прямоугольная, очень тонкая. Она станет основой композиции. Вторая более плотная. Потрогай ее. Очень удобно. Итак, на нее мы поставим тарелку под основное блюдо. Затем еще одну тарелку, поменьше, для салата. Сверху кладем салфетку и столовые приборы. Форма посуды очень простая. Это напоминает нам сдержанную островную архитектуру домов и церквей. Но природа Греции разнообразна и богата на яркие цвета. Так и греческий стол наполняется цветом благодаря фруктам и овощам. Нелли, а почему у тебя стол украшают не цветы, а веточка базилика? Во-первых, у него замечательный запах. О, чудесно пахнет. Во-вторых, он гармонично смотрится на столе. Сама природа помогает нам декорировать обеденный стол. Например, яркий акцент дают спелые лимоны. Основная тенденция последних лет – простота и однотонность. Цвета мы берем у природы. Можно использовать льняной плед, который гармонирует с деревьями, камнями, белоснежным цветом домов. И этот простой аксессуар помогает создать уют за нашим столом. Нелли, спасибо. Мы обязательно воспользуемся твоими советами и сделаем цивировку стола для героев программы «Идеальный ремонт» с твоей посудой и салфетками. Для замечательного актера Александра Михайлова мы когда-то сделали гостиную из старого гаража. Очень хочется посмотреть, как они там устроились, что изменилось в интерьере, что еще хорошего мы можем сделать для этого замечательного человека. Хорошая. Он прилетел, прилетел, прилетел. Здравствуйте, Александр Яковлевич. Здравствуйте. Ну как вы? Потрясающе. Красавец, как всегда. Что-то у вас, знаете, как-то неуютненько тут. Неуютно, да, согласен. А что бы цветочки посадить надо? Это нужна женская рука, а не мужская. А женщина здесь работает. Работает, работает. Знаете что, давайте не женская рука, а вот наша командная рука. Давайте-ка вот эту вот зону сделаем красивой, такой, чтобы было приятно, чтобы семья приехала и вам было хорошо отдыхать. Очень хорошая идея. И пока наша команда работает, мы позовем дизайнера Илью Васецкого, он умеет это делать хорошо. Вы мне покажите все-таки, как там в гараже-то. Пойдем, пойдем, пойдем. Изменилась? Пойдем, пойдем, пойдем. Еще недавно это был гараж площадью 30 квадратных метров и высотой 2,30. Нам удалось сделать уютную гостиную с панорамным окном и сценой домашнего театра. Для оформления комнаты были выбраны теплые оттенки. Мы поставили биокамин, отделанный розовой гималайской солью, повесили портьеры из итальянского хлопкового бархата. А постоянный зритель нашей программы из Арабских Эмиратов подарил Александру Яковлевичу массажное кресло. Ну что? Ну что? Ничего не изменилось? Ничего не изменилось, ничего. Ну, может, подушечки местами поменялись? Я сейчас уже не упомню, как оно и было. И знаешь, что еще поменялось? Вот, вот сюда вот этот шкаф еще. Это вы сделали шкаф? Да, это мы уже сделали. Послушайте, не верю. Да. А не верю, знаете почему? Почему? Потому что он очень хорошо подходит под свет. Да, под свет, это замечательно, да. Это как будто наш дизайнер, это Дима Прасов сделал, как будто он поставил. Кресло, сидите вы на них, удобно вы. Да, очень удобно, покачиваемся, здесь все есть, все. В нашей семье, конечно, фильм, который мы смотрим и пересматриваем, который, если показывать по телевизору, мы включили, то уже никто не отойдет от телевизора. Конечно, «Любовь и голуби». Фильм, в котором встретился, такой букет необыкновенных артистов. Александр Яковлевич – центральная фигура этого фильма. И в нем там столько русского, столько национального характера. Я чуток хотел подсолить, но совсем в горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль – это белый яд. Ага. Так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захарна, можешь с хлебушком, а? Хлебушек? Да вообще трава. Не, я сейчас горбушечка отравился бы. А мы начинаем работы в саду Александра Михайловна. Площадь участка – 12 соток. Откровенно говоря, он пустоват. Нужно добавить растений. Вначале стрижем траву. Затем выбираем место, где встанут кованые качели. Пространство вокруг них мы облагородим. Для озеленения мы выбрали дерен пистолистный. Растет он очень быстро, поэтому кустарник необходимо стричь. Дерен неприхотлив. И нарядно у него не только листва, но и ветви. Они ярко-красные, так что кустарник красиво смотрится и зимой. Еще одно растение – пузыреплодник диабола. Вообще, пузыреплодники в России известны давно, но слишком серьезно к ним не относились, пока в начале 90-х годов не появился этот сорт. Появился почти секретным образом в Германии. В Россию его привезли в начале 2000-х. И он сразу стал любимцем российских ландшафтных дизайнеров. За свою бордовую листву, пышное цветение и, главное, абсолютную зимостойкость. Говорят, что сейчас лекционеры по обе стороны Атлантики всерьез занялись пузыреплодником. Так что, возможно, скоро появятся и новые удивительные сорта. Ну, а Наташа Борьбье решила узнать, как семья Александра Михайлова обживает гостинку. Кто здесь чаще всего бывает? Чаще всего бывает старшая дочь своим мужем. Младшая дочь моя с моей супругой Аксенией, они снимаются сейчас очень малы, снимают большие картины. Говорят, очень хорошо работает. Старший сын тоже при деле, через полторы недели заканчивается институт в ГИК, все получают диплом и тоже с работой очень заняты хорошо. Ну, и что? Выпускаю курс. Я сейчас уже 4 года отработали мы. И идет новый набор. Сколько студентов-то в течение 4-5 лет? Ну, 23 сейчас выпускаем. И как детей их надо 4 года воспитывать? Да, конечно, конечно. А какой-то результат, какой-то спектакль выпускной? Четыре спектакля мы сделали, поэтому вот два спектакля мы сейчас привезли в Карелию. Ануя оркестр, он меня поставил замечательный мой педагог, Александр Федоров. И я поставил сам кошкин дом или именины. Саша очень многое может дать своим ученикам. Я видела его студентов, как они выступали, как они танцевали. Они выглядели очень убедительно, красиво, молодо. И это делает ему честь, потому что он вот это народное начало ценит в человеке. Дай Бог ему здоровья на долгие-долгие годы. Ну, самое страшное другое, Наташа. Вот я больше не переживаю, почему я хотела отказаться. Потому что сейчас буду вручать дипломы и буду смотреть в эти глаза полные слез, потому что работы нет. Огромное количество вузов, еще и государственных вузов театральных. Если хотят быть актерами, театры забиты и тык-тык, тырковицы не могут. Послушайте, это так всегда бывает. Самые талантливые и самые трудолюбивые, целеустремленные пробьются. А остальные станут телеведущими, заниматься пиаром, делать какие-то проекты. Ну, неважно. Образованные люди вышли из-под вашего крыла. Ничего страшного. Вы о себе думаете лучше. Вот вы мне скажите, мы вам такую сценку тут сделали на колоде. Потому что мы же знаем, что вы играете на гитаре и поете. Случалось ли вот за это время? Да, два раза делалось с камином. Вот здесь вот тут сидели ребята, здесь мы сидим. Маленькие спектакли были. Это было, было. Я всегда восхищался и восхищаюсь музыкальными людьми. Саша очень музыкальный человек, замечательно поет. И романсы, и песни, казачьи песни. Очень у него получается здорово. Вот чего не могу я делать. К сожалению, я не музыкальный человек. Мы продолжаем работы на участке Александра Михайлова. Ландшафтный дизайнер Илья Васецкий решил оформить его в стиле бионика. Считается, что родоначальник стиля – испанский архитектор Антонио Гауди. Фактически это модерн или ар-нуво. Его главная особенность – отсутствие прямых углов и текучие плавные линии. Чтобы создать такой сад, мы использовали разноцветные кустарники, которые можно стричь, придавая им различные формы. Место для отдыха оборудовали коваными качелями, изготовленными в Белоруссии, в Бресте. А вот еще несколько гортензий и советы от ландшафтного дизайнера. Выбирая центром качеля, мы обсаживали растениями, такие как гортензии, макрофила, такие как пузыри-плодники, диабло, и такая, как дёрин пестролист, олигантисима. Эти кусты выбраны нами неспроста. Мы хотели с помощью них создать эффект пузырей, не имеющий ровных форм. Я бы сказал, что стиль, который мы выбрали от Орново, это стиль, который отказывается от прямых линий. Следовательно, мы максимально, естественно, пытаемся повторить природу. А в современном языке этот стиль еще называется как бионика. Стиль, который изучает живые организмы и структуру. Не бойтесь использовать небольшое количество видов растений, но собирайте их в большие группы, сочетайте их с разных оттенков цветов. Но, проявляя в этом смелость, я думаю, что такие сады в стиле Орново должны вам понравиться, как и наш сад Александру Яковлевичу. Далее в идеальном ремонте. Ну вот результат работы нашей ландшафтной команды. Саша, потрясающе. Да, да, вот это ваша передача уникальна, конечно. Спасибо за второй подарок. Сегодня идеальный ремонт отправился в гости. Мы побывали у Владимира Коренева, Ларисы Лужиной и Александра Михайлова и узнали, как им живется в новых интерьерах. Оказалось, что наш ремонт вдохновил их на большие перемены в жизни. А Наташа Борьбье побывала в Китае и в Греции, чтобы узнать секреты восточной и западной сервировки стола. Мы заканчиваем работы на участке Александра Михайлова. На площадке перед гостиной ставим стол, плавки и стулья. Они тоже изготовлены в Беларуси, мастерами из Бреста. Это кованая мебель, отделанная массивом. Здесь же появился американский угольный гриль. Его крышка и котел изготовлены из жаропрочной стали и покрыты паркуровой эмами. Стол мы накрываем в греческом стиле. Замечательные салфетки, а также плед привезены Наташей Борьбье из этой средиземноморской страны. А сама Наташа продолжает выяснять, что же изменилось в гостиной Александра Михайлова за год. Я еще смотрю, что появилось много книг. Вот еще есть пустые места, но совсем, я бы сказала, такие лакуны небольшие. А это что? Пастернак. Спектр. Да ладно, вы шучите. Нет, это не шутка. Но это подарок. Вот так приезжаешь на концерт куда-то. Да, это вот с автографом самого Пастернака. Представляете, первое издание поэмы «Эспекторские» Бориса Пастернака с надписью. И с какими хорошими словами. Мы очень хорошо говорили о жизни и искусстве. И повторим это еще раз как-нибудь. Борис Пастернак, 17 севраля 1957 года. Спасибо. Чудесно. А мы сейчас тоже очень хорошо поговорили о жизни и об искусстве. И, наверное, нам пора уже идти и смотреть, как наша команда насажала, расставила, прикрутила шуруповертов, но сделала вам такую, я надеюсь, очаровательную террасу для того, чтобы вы могли наслаждаться этим московским летом. Я очень рад и признаюсь, что вы меня не забываете. Саша потрясающий. Во-первых, мы с ним работали, играли в спектакли. И я так ценю своих партнеров. Если честно сказать, что очень мало осталось моего возраста, чтобы было интересно, да еще талантливо. В кино у него все потрясающие работы. Непорядок у вас, товарищи воспитательницы? Кругом непорядок. Воспитательница в детском саду. И здесь все запущено. Здравствуйте. Об общежитии воспитателей. И тут у вас непорядок. Ну, вот результат работы нашей ландшафтной команды. Неплохо, да? Да. Рассказываю по композиции, которая совершенно очевидна. Сразу, когда вы ходите с крыльца, стоит замечательная, крепкая, кованая беседка. Мы попросили сделать ее для вас белорусских мастеров. Мебель садовая, дачная. Очень крепкая, это все ручная работа. Прекрасное дерево, массив, который обработан составом так, что ничего не будет страшных. Я вижу, вижу. То же самое касается этой группы и вот этой скамеечки прекрасные. Вообще в одной, да, вот как бы. Это все одна композиция. Они старались для вас. Все это еще с таким прекрасным навесом. Вот белорус. Да, да, да. Вот это ваша передача уникальная, конечно. Спасибо за второй подарок. Это уже просто для меня открытие. Я знаю, что ваша передача все-таки сюрпризов, но сюрприз уникальный. Я получаю здесь вообще удовольствие. Вот на дачу, правда, редко всегда приезжаю сюда, но это беда какая-то. Ты будешь приезжать часто, потому что стало хорошо. А вообще сейчас буду приезжать чаще, потому что такую красоту я не ожидал. Не ожидал. Саша, я очень рад знакомству с тобой. Мне очень приятна твоя преданность и родной земле, и России тоже. Я желаю тебе здоровья. Я желаю тебе оставаться таким, как ты есть. Ни хуже, ни лучше. Я желаю тебе счастья. Это еще один подарок от белорусских мастеров, специалистов по кованым дворикам. И это очень хороший крепкий стол, который, да, абсолютно на ножках, кованых со скамьей, с артульями. Прости. И мы сделали для вас такую сервировку стола, которая напоминает о Средиземном море. Потому что наша неленивая команда недавно была в Греции. И Нелли Тогас, замечательный дизайнер, рассказала нам, как сервируют столы на Средиземном море. А сейчас такой ветер в Подмосковье, ветер дует, и мы подумали, что это будет самое оно. Смотрите, принцип такой, скатерть не стелят, потому что ветрено. Но есть прекрасные подстановочные специальные тарелки, которые не пачкаются, их очень легко вытирать. И все это в серых и белых тонах. Плед натуральный кашенир. И все это такая прекрасная вышивка, чтобы было уютно. На даче должно быть уютно. Наташа, вот все, все понятно. Я все так, и ты не смотришь в одну сторону, я так заглядываю, вот это что. Я все думала, обратите ли внимание или нет. Ну, конечно, пойдемте. Как так в стороне стоите. Пойдемте, пойдемте, покажу. Это совершенно особая вещь. Барбекю какой-то, но я его не знаю. Великанский гриль, такой вполне стандартной формы, небольшой, немаленький. На вашу семью, на друзей будет очень хорошо. Он угольный, что тоже классический вариант. Но помимо того, что он вполне традиционный, он имеет необыкновенное количество разных приспособлений. Термометр, регулируемые температуры. Если вот мы поднимем эту крышку, то вы увидите, что решетка, она с фарфоровым эмалевым покрытием. И поэтому она будет меньше пачкаться, ее легко чистить, а может быть даже вообще будет минимально пачкаться. Но они не будут ржавчины, которые остаются. Вот, а-а-а! Вы можете приближать жарко мясо и опускать. Опускать его, да-да. Классная, правда? Вот это вот для рыбы потрясающе, идеально совершенно. Теперь есть на чем готовить, есть где отдыхать после прекрасного обеда. Осталось, знаете, просто мясо купить, замариновать и звать семью. Я все, откуда и без загонства. Спасибо, спасибо, передай, спасибо вам, ребят, спасибо. Дорогой Александр Яковлевич, я уверена, что вам все понравилось, потому что вы любимый наш актер. И мы все хотим, чтобы вы были счастливы и довольны. Я хочу просто от всей души поблагодарить Первый канал, эту удивительную передачу «Идеальный ремонт». Наташа, теплый человек. Помимо того, что вы мне подарили однажды, года полтора назад, вот эту красоту названием «Гараж», из нее сделали просто красивую и красивую комнату. И вот прошло меньше двух лет, и вы дарите мне вот эту вот красоту, с этим вот удивительным барбекю, с этим вот столом и вот эта вот качеля. Потрясающе, она настолько создает какой-то уголок, потому что я уже говорю про это, живую, живую растительность, которой я буду ухаживать, естественно, и сюда сейчас хочется ходить, приезжать. Я очень жалею, что мои вот не видят пока на сегодняшний день за красоту. Завтра они приедут сюда, я представляю, в шок, в шок, именно шок будет. От того увиденного, то, что вы сделали. Спасибо вам, ребят, огромное спасибо. Как приятно знать, что наши герои с удовольствием живут в идеальных интерьерах. Мы продолжаем свою работу и обещаем вам новых звезд, новые встречи и новые интересные проекты. Такую красоту я не ожидал. Не ожидал. Я люблю получать подарки, как любой человек любит. Красиво, удобно, хорошо. Дорогие коллеги, архитекторы, дизайнеры, декораторы. Программа «Идеальный ремонт» объявляет конкурс, победитель которого станет автором одного из наших проектов. Все подробности на сайте arimont.tv и на наших официальных страницах в соцсетях. Ждем ваших креативных идей. Здравствуйте, Наташа. Доброе утро, Лариса Анатольевна. Решили вас навестить. Решили навестить, посмотреть, как вы живете, как вы освоились с ремонтом. Раду вас видеть. Проходите, я ничего не меняю. Да что вы, сейчас мы посмотрим. Работая над этим проектом, мы вдохновлялись черно-белыми фотографиями Ларисы Лужиной и картинами «Леже». Дизайнер Ирина Бронникова предложила смелый современный проект. Его изюминками стали изразцы, розовая стена с переплетами, стеклянный стол и шкаф, украшенный текстами из песни Владимира Высоцкого, той самой, которую он посвятил Ларисе Лужиной. Наверное, я погиб, глаза закрою, наверное, я погиб, ровею, а потом, куда мне до нее, она была в Барисе, и я вчера узнал, не только в нем одном, кто раньше с ней был, и тот, кто будет после, пусть пробует за ней, я лучше пережду. Кто раньше с ней был, и тот, кто будет после, пусть пробует за ней, я раньше. Я луну. Ой, Лариса Анатольевна, как приятно, что вы меня ждали. Тортик, пирожные всякие. Ну, вы замечательно похудели. С тех пор, как мы не виделись, вы просто, ну, стали такая тонкая, звонкая. Да, я серьезно говорю. Как вы это делали, если бы? Нет, ну, я действительно этим занималась, потому что я была в клинике, и действительно, там, когда вместе со всеми, одно мне не получается. А там все-таки режим был. Там пять раз мы ели в день, ну, правда, без хлеба, без соли, без всего. Потом занимались гимнастикой, массаж, скандинавская ходьба. Так что вот это все, вот, все вместе, вместе с ним. А вот вы похудели, теперь же что, гардероб надо менять? Вот я там думаю, это правда. А нет, вы знаете, мне все вещи, которые у меня были, они стали просто на мне хорошо сидеть. О, прелесть какая. Серьезно, они, ну, какие-то увеличили, там, брюки надо уменьшать все время. Ну, я их переделал, и все. А все остальные кофты, еще вот все, оно как бы в обтяжку было, а сейчас все свободненько сидит. И меня даже Александр, Саша Васильев пригласил в программу. Можно приговорить, да. Высокие бедра, стройные ноги, стройный стан, красивая талия, посадка груди на месте. Ничто не падает ни в одном направлении, правильно? Они шили на меня вещи, видно, от того, что я похудела, решили вот показать мне на экране. Я же была когда-то в юности манекенщицей работала в стилете, в Таллине, да? Я думаю, господи, хоть вспомни, как-то по подиуму пройтись. Ну, как-то приятно было пройтись, да? Приятно, только, к сожалению, я ходила раньше вот на таких каблуках, а сейчас я не могу надеть такой каблук. Но это тяжело, я так меня покачивала, когда я шла. Все-таки уже навык уже нет, того навыка нет, который был. А что, они шили, что-то вечернее тоже, да? Они шили и такие брючные, шили там вещи, и вечернее платье такое летнее вечернее, и шелка. Свободная. Свободная, такая длинная рубаха такая. Ну, а куда носить? У вас вообще сейчас много всяких детей. А я думаю, что это можно на фестивале. Это я так вот, а вот только если где-то на фестивале, типа киношелка там, или летний фестиваль, да? Когда вечером можно в таком легком платье очень хорошо жить. Отлично. Вы худели, пусть все упадут. И от нового платья. Чудесно. Скажите, что вы думаете? Понимаешь, как сказать, Саш, я немножко... Расселялся, потому что на Марину Владе стал фокусом. Расскажите мне, как вам на этой кухне живется? Вы знаете, мне очень нравится. Во-первых, мне нравится этот цвет. У меня он успокаивает. Вот у меня раньше был фисташковый здесь, а потом я узнала, что фисташка вызывает аппетит. Я не знала об этом. Вот мне говорили, почему я все время хотела съесть. У меня в кухне хотелось съесть. А вот этот цвет как раз притупляет аппетит. И мне нравится. И мне даже здесь не очень хочется есть сейчас. Но я помню, что мы старались сделать вам сочетание серого с розовым. И наш замечательный дизайнер Ирина тоже хотела это сделать, Ирина Бронникова. Потому что это модные цвета, это очень красивое и благородное сочетание. Ну, в принципе, такое, знаете, вот успокаивающее. Что у меня, если в той гостиной, у меня там диван такой сереневатый и гардина сереневатая. И вы как бы шли оттуда. Я так поняла, что дизайнер делал так, она как бы шла, поддерживая тот цвет, чтобы так плавно перейти сюда. Мы всегда хотим связать интерьер с интерьером, чтобы хорошо было. Мне очень хорошо, мне нравится. И очень многим нравится, потому что кухня как бы небольшая, но она как-то так компактно все сделана, вот все высчитано, каждый сантиметр, миллиметр. Что она вот стала такой маленькой-маленькой-маленькой гостиной. Я очень люблю Ларису Лужину, ее невообразимую, такую дарственную всем окружающим, совершенно неповторимую улыбку и безумно ей благодарен за все, что от нее узнал прекрасного, творческого, интересного, как чего-то очень личного, чего-то такого человеческого, Лысоцкого. Ты зачем в город залезла, а? На вас посмотреть, смелых и отважных. То разные разговоры ведут. Одни говорят, умный в гору не пойдет, другие – альпинизм, спорт смелых. Ну, а ты кого слушаешь? Я и тех, и других понимаю. А скажите, пожалуйста, много ли к вам приходило здесь гостей за это время, пока нас не было? Ну, вообще-то много приходило ко мне. Во-первых, у меня очень много бывает съемочных групп, которые тоже, я всегда квастаюсь, а это идеальный ремонт, это все идеальный ремонт, первый канал. А это, у меня еще был день рождения здесь, у меня было много гостей. Я, наконец, все не отмечал, не отмечал дни рождения, 5 лет я не отмечала. А сейчас решила, думаю, надо все-таки, лучше все-таки отмечать, потому что хоть раз в год, но ты собираешь своих близких, своих друзей, с которыми только по телефону разговариваешь. А здесь вот, наконец, воочию всех увидишь. И все здесь сфотографировались в этой кухне, всем очень понравилось, все были в восторге, говорили очень хорошие слова. Так что я благодарна за то, что мне сделали этот ремонт. Спасибо большое. Лариса, я так рада, что у меня есть возможность сказать самые добрые слова в твой адрес. И как человека, как женщины, замечательной, замечательной актрисы, которую все зрители прекрасно знают. Я знаю, ты так много работаешь, у тебя так много встреч со зрителями. Я очень тебя люблю, уважаю, ценю и всегда очень рада, когда встречаюсь с тобой. Что еще в вашей жизни интересного было за этот год? Да вот, честно говоря, так, ну как что, у нас поездки только были. Я знаю, что вы на фестивале были очень много. Нет, мы много ездили, мы были в Луганске, в Донецке были, мы даже ездили в эти места, сейчас из Ростова, потом из Южно-Сахалинске были, на Дальнем Востоке были. В Петербурге, по-моему, еще были. В Петербурге, мы в Иват России сейчас была на фестивале. Потом, действительно, мы за это время очень много объездили, очень много гастролей было. Вот сейчас в Ростове-Дону мы были просто огромный зал, это музыкальный театр, там тысячу, по-моему, месту больше, полный зал народу, мэр города присутствовал, все там, губернатор нас поздравлял, все очень хорошо принимают. Татьяна Анатольевна, я так рада слышать, что вы востребованы, что вы очень активны, что вы похудели, что гардероб стал еще более прекрасным, чем вы. Это все очень замечательно, мне как-то хочется думать, что и мы вложили какую-то частичку усилий в это, да. Такой дали, может быть, действительно заряд. Я, конечно, вижу со стороны, это очень заметно, что ваши кошки любимые оккупировали эту кухню. Их не было, когда мы сдавали в объект, теперь кошек много. Во-первых, все это уже подарили, я уже не знаю, когда я делала. Ну, что делать, это у вас, я знаю, что вы их собираете, кошек, вы их любите. Я, оказывается, кошкой. Да, достаточно ваши глаза, посмотрите, видно, что вы кошка. Да, ну вот видите. Зеленые, большущие глаза, как у кошки. Вы не бандиты? Вы не будете меня грабить? Ну, вообще, все это свое радуется. Мне очень приятно. Приятно, что как-то здесь спокойно, хорошо, я вижу, что что-то появилось. Ну, это свое, вот здесь это кошки пришли. Ну, а как иначе, вы же сделали все, так сказать, как бы основу для меня сделали. Я могу здесь мою свою фантазию разбернуть? Это не нужно и нужно. Но, тем не менее, она вот принципиально ничего не изменила, ваша упрочетская фантазия, которую, я понимаю, бьет причем. Ну, только добавила лишних вещей, конечно, которые можно, в принципе, убрать. Но вот цветы, как вот без них, никуда не денешься, все равно на подоконнике. Конечно, мне нравится больше, когда меньше вещей. Ну, ничего, сейчас лето наступило, все, заберу, половину кошек на дачу отвезу. Хорошие мысли. С точки зрения строгой эстетики, я ее одобряю. Но кошки ваши, поступайте, как хотите. Очень рада была вас навестить. И у меня для вас есть подарок. Мы как-то, знаете, без подарков в гости не ходим. Спасибо. Я люблю получать подарки, как любой человек любит. Вот эта замечательная посуда, которая как раз прекрасно смотрится на фоне этой белой с черным кантом плитки. Это очень хорошая французская посуда. Спасибо. Основательная, с прекрасным покрытием, на котором можно готовить без масла. Теперь можно будет дальше продолжать худеть, уже просто абсолютно научно, легко готовить. Ну, и быть в прекрасной форме, в таком, как вы находитесь. Спасибо большое. Лариса Анатольевна, я вас люблю. Я очень рад, что у вас все хорошо. Что благодаря программе, которую вы сейчас смотрите, мы все смотрим, у вас стало еще лучше, чем было. А вот я вам и желаю этого, чтобы у вас всегда было лучше, чем было. Счастья, здоровья, успехов, удачи, востребованности, ролей, дорогая моя любимая, киномама. Далее в идеальном ремонте. Здравствуйте, Александр Мякович. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то у вас, знаете, как-то неуютно. Неуютно, да, вот этот шкаф еще. Это вы сделали шкаф? Да, это мы уже сделали. Послушайте, не верю. Сегодня идеальный ремонт отправился в гости. Мы решили посмотреть, как живется нашим героям в новых интерьерах. Оказалось, что Владимир Коренев решил отремонтировать всю квартиру, а Лариса Лужина после нашей переделки похудела и обзавелась новым гардеробом. А мы продолжаем знакомить вас с особенностями сервировки в разных странах мира. И сейчас отправляемся в Грецию. О средиземноморском стиле расскажет представительница очень знаменитой столетней династии производителей текстиля. В последние годы этот текстильный дом особенно интересуется искусством сервировки стола и производит модные скатерти, салфетки и даже посуды. Программа «Идеальный ремонт» в Греции. Я хочу поговорить с Нелли Тогас, руководителем дизайн-бюро, где разрабатывают посуду и текстиль. О том, как сервировать стол в средиземноморском стиле. Нелли, что сейчас модно? Наташа, смотри. Мы могли бы накрыть стол скатертью, но сегодня ветра... ...вида подставок под горячее. Одна прямоугольная, очень тонкая. Она станет основой композиции. Вторая более плотная. Потрогай ее. Очень удобно. Итак, на нее мы поставим тарелку под основное блюдо. Затем еще одну тарелку, поменьше, для салата. Сверху кладем салфетку и столовые приборы. Форма посуды очень простая. Это напоминает нам сдержанную островную архитектуру домов и церквей. Но природа Греции разнообразна и богата на яркие цвета. Так и греческий стол наполняется цветом благодаря фруктам и овощам. Нелли, а почему у тебя стол украшают не цветы, а веточка базилика? Во-первых, у него замечательный запах. О, чудесно пахнет. Во-вторых, он гармонично смотрится на столе. Сама природа помогает нам декорировать обеденный стол. Например, яркий акцент дают спелые лимоны. Основная тенденция последних лет – простота и однотонность. Цвета мы берем у природы. Можно использовать льняной плед, который гармонирует с деревьями, камнями, белоснежным цветом домов. И этот простой аксессуар помогает создать уют за нашим столом. Нелли, спасибо. Мы обязательно воспользуемся твоими советами и сделаем цифровку стола для героев программы «Идеальный ремонт» с твоей посудой и салфетками. Для замечательного актера Александра Михайлова мы когда-то сделали гостиную из старого гаража. Очень хочется посмотреть, как они там устроились, что изменилось в интерьере, что еще хорошего мы можем сделать для этого замечательного человека. Хорошая. Он прилетел, прилетел, прилетел. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. 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 Ну как вы? Потрясающе. Красавец, как всегда. Что-то у вас, знаете, как-то неуютно. Неуютно, да, согласен. А что бы цветочки посадить бы надо? Это нужная женская рука, а не мужская. А женщина здесь работает. Работает, работает. Знаете что, давайте не женская рука, а вот наша командная рука. Так. Давайте-ка вот эту вот зону сделаем красивой, такой, чтобы было приятно, чтобы семья приехала и вам было хорошо отдыхать. Очень хорошая идея. И пока наша команда работает, мы позовем дизайнера Илью Васецкого. Он умеет это делать хорошо. Вы мне покажите все-таки, как там в гараже-то. Пойдем, пойдем. Изменилась? Еще недавно это был гараж площадью 30 квадратных метров и высотой 2,30. Нам удалось сделать уютную гостиную с панорамным окном и сценой домашнего театра. Для оформления комнаты были выбраны теплые оттенки. Мы поставили биокамин, отделанный розовой гималайской солью, повесили портьеры из итальянского хлопкового бархата. А постоянный зритель нашей программы из Арабских Эмиратов подарил Александру Яковлевичу массажное кресло. Ну что? Ну что? Ничего не изменилось? Ничего не изменилось, ничего. Ну, может, подушечки местами поменялись? Это сейчас уже не упомню, как оно и было. И знаешь, что еще поменялось? Вот, мы сюда вот этот шкаф еще... Это вы сделали шкаф? Да, это мы уже сделали. Послушайте, не верю. Да. А не верю, знаете почему? Почему? Потому что он очень хорошо подходит под цвет. Да, под цвет это замечательно, да. Это как будто наш дизайнер, это Дима Просов сделал, как будто он поставил. Кресло, сидите вы на них, удобно вам? Да, да, очень удобно. Покачиваемся, здесь все есть, все. В нашей семье, конечно, фильм, который мы смотрим и пересматриваем, который, если показывать по телевизору, мы включили, то уже никто не отойдет от телевизора. Конечно, «Любовь и голуби». Фильм, в котором встретился такой букет необыкновенных артистов. Александр Яковлевич – центральная фигура этого фильма. И в нем там столько русского, столько национального характера. Я чуток хотел подсолить, но совсем в горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль – это белый яд. Ага. Так... Идеальный ремонт! Мой принцип – доверять профессионалам. Чтобы можно было где попариться. Чтобы все-таки были теплые тона. И дедушкин дух остался, и современность. Понимаю. Мне нужна эстетика. Чтобы все было удобно. Так хорошо. Это мы еще даже не поели чечеви. Мне очень нравится. Какая красота! Я обожаю эту комнату. Я потрясена. Ёлки-палыш, приходите теперь ко мне в гости. Приезжайте, ребята, буду рада вас видеть. Это настоящий идеальный ремонт. О! Мы продолжаем навещать наших героев, тем, кому мы уже сделали идеальный ремонт. Давайте вместе с вами посмотрим, как они там обжились, что нового произошло в их жизни. Смотрите прямо сейчас. Большие перемены в квартире Владимира Коренева. Идея устроить серьезный ремонт в квартире – это идея нашей дочери. Как живется Ларисе Лужиной в новом интерьере. Проходите, я ничего не понимаю. Летнее чаепитие на даче Александра Михайлова. Я очень рад и признаться, что вы меня не забываете. Идеальный ремонт в гостях. Доброе утро, Владимир Владимирович. Доброе утро. Я так рада, что можно вас навестить и посмотреть, как вы теперь живете. Хотя первое, что я вижу, это то, что у вас уже коридор весь изменился. Этого не было. Это просто ваша программа вдохновила нас на большой ремонт. Который, если интересно, я вам покажу. С удовольствием. Мы всегда рады, когда мы можем дать какой-то толчок для всех интерьерных преобразований. Давайте посмотрим кухню. Я всегда волнуюсь, что там происходит после нашего ремонта. Можно? Спасибо. Кухню Владимира Коренева мы переделывали несколько месяцев назад. Архитекторы Ева и Василий Корбаковы полностью изменили ее планировку. Мебель и входная дверь стали единым целым. Серые оттенки, а также песчаные дюны на стене привнесли в этот проект морские мотивы. Появилась и новейшая техника. Например, индукционная варочная панель. Кухня получилась модной и немного аскетичной. Нам показалось, что Владимиру Кореневу и его жене, актрисе Алле Константиновой, этот стиль понравился. Здравствуйте. Здравствуйте, Литя Константин. Здравствуйте. Что вы делаете? Учите роль? Скоро спектакль вспоминаю. Я помню. Синюю птицу. Мы жили в этом декорационном сарае. Женя Урбанский, Алик Филозов, Юра Гребенщиков, Оля Фган. Наша жизнь была полна счастья. Послушайте, вы же говорили мне о том, что кухня для вас всегда это место, где проходили репетиции, где собирались все друзья, артисты. Так вот вы здесь и сидите. Да, я очень люблю. Да, я очень люблю. Вот она, с тех пор тут и сидела. Слушайте, ну дайте сейчас я оглянусь. Как у вас что, как столешница это живет, дерево очень хорошее было. Все чисто, красиво, аккуратно. Ну не знаю, только появилась вот, наверное, какая-нибудь крымская клубника. Вы же недавно ездили, я знаю, на большой фестиваль. Мы пытались сохранить все, как было, чтобы было так идеально, как это было на идеальном ремонте. Очень большая радость для нас это видеть. Как плита работает. Замечательно, наконец, я к ней привыкла. Так вообще-то у нас, по-моему, Владимир Борисович собирался готовить. Это он собирался. Это я на даче. Он на даче любит готовить. Балуешь, да, а дома, конечно. А здесь мы, да, здесь мы. Очень хорошо. И главное, что у меня такое чувство, будто мы совсем недавно снимали программу и недавно закончили. Ну, может быть, извиняется порядок всех этих баночек, но даже сейчас не могу найти каких-то сильных отличий. И стол круглый. А, кстати, круглый стол – это очень хорошая мысль. Дело в том, что мы ездили в Китай, и там один китайский шеф-повар рассказывал нам, как надо сервировать стол. Ну, вам не нужно совсем уж китайскую сервировку, но вам обязательно пригодится наш подарок. Это чудесный китайский сервиз для чая. Сейчас покажу. Наташа Борьве побывала в Китае полгода назад. Знакомясь с китайской культурой, она постаралась узнать и о том, как здесь подают блюда и сервируют стол. Рассказать об этом согласился шеф-повар одного из лучших отелей – Хайнане. Расскажите, почему вот китайский стол обязательно круглый? Такова традиция. Круглая форма удобна для всех собравшихся за столом. А вот это вот, вот это замечательное изобретение китайцев, что это значит? Такая столешница тоже очень удобна. Сюда ставится блюдо, и каждый может приблизить к себе свое любимое кушанье. Хансовы, многие в России знают и любят китайскую еду, но мы совсем не разбираемся в правилах сервировки. Объясните, пожалуйста, как вот здесь все организовано? Вот стандартный набор. Это чашка для чая. Это палочки, которые берут правой рукой, делают их из дерева. Вот салфетка, чтобы вытирать рот. А в такую пиалу кладут еду. Теперь как подаются блюда вот на этот круглый поднос? Вначале подают холодное блюдо. Каждый человек берет их своими палочками, затем ест из пиалы. Столешница вначале вращается в сторону гостя, чтобы продемонстрировать уважение. Когда гость взял кусочек, столешницу двигают дальше. Последним берет блюдо хозяин. Как я уже сказал, вначале подают холодное кушанье, потом горячее. Сегодня мы приготовили ягненка. Его сервируют на горячем камне, чтобы все за столом почувствовали жар углей и ароматный дымок. О, так это горячий камень. Хансов, блюда уже появляются на круглом столе, но непонятно, когда можно начинать есть по этикету. Приступать можно сразу, как только подали холодное блюдо. Итак, все готово? Все горячее уже есть? Да, все блюда поданы. Каждый может выбрать себе соус, например, сладкий или кисло-сладкий. Иногда китайцы хотят, чтобы вкус был более насыщенным. Тогда добавляется соевый соус. В конце подают рис. Если есть мясо отдельно, оно может показаться слишком жирным. С рисом совсем другое дело. Хансов, а разве десерт появляется одновременно с горячим? То есть вот не мешают горячие блюда появлению сладкого на столе? Китайская трапеза – это множество различных вкусов. Чтобы их разбавить и обновить, китайцы могут взять кусочек десерта и запить его чаем. Большое спасибо. Главное, что я поняла, что это красиво и выглядит очень вкусно. Но правила подачи совершенно не походят на русский. Нам нужно учиться, как есть по-китайски. Этот китайский сервиз замечательно украсит вашу кухню, потому что она вся такая в голубых тонах, и вы любите все голубые и синие тона. С очень хорошими китайскими чаями, самыми разными – белыми, желтыми, зелеными, полезными. Надеюсь, вам понравится, как-то освежит наш уже сделанный идеальный ремонт. Да, замечательно, по цвету все подходит. Я теперь очень хочу посмотреть, что у вас там происходит в гостиной. С удовольствием покажу. Покажете? Да, обязательно. Но вообще надо, чтобы вам дочка показывала, потому что это ее инициатива. Это она у нас была дизайнером, но и ей помогала… Ева Корбакова, я знаю. Ева Корбакова, они подружились. Наш дизайнер, который работал. Посмотрите совместную работу. Прошу вас тогда. Хорошо. Владимир Коренев – это одно из тех, так сказать, абсолютно доказательств, что годы талантливого мужчину красят. Потому что он совершенно уникален на своей жизни. Я бы даже сказала, он пережагнул планку своего внешнего, так сказать, образа того самого мальчика. Их в театрах, в который была влюблена практически вся советская страна. И не скрою, помимо этого, он еще и удивительный, талантливый артист. И мы недаром с ним работали в картине «Виват Анна», где он играл «Пензи Долгорукова». Очень хорошо сработало. И у нас остались самые лучшие отношения. Ух ты! Ух! Слушайте, какие вы молодцы! Батверка здесь все свежо стало. Чудесный серый цвет. И как-то невероятно сочетается с кухней. И чудесный шкаф с красивой расстекловкой. Почему ему очень подходит вот эта передача «Идеальный ремонт»? Потому что он очень идеальный человек. И в идеальном ремонте, наверняка, вот эта чистота и интеллигентность, и современность в то же время, оно ему очень соответствует. Знаете только что, пожалуй, мне немножко не хватает цвета. Хочется немножко какой-то акцентов бросить вот на это серое. И еще мне кажется, что хорошо было бы кресло поставить. Но еще мы в процессе. Мы еще не все, не до конца. Да? Да, да. Я что-то не верю, что вы вот сами все сделаете. Давайте-ка, давайте прямо дайте мне совсем мало времени. Ну, минут пять. Мы не волшебники, но хорошо учимся. И мы поменяем здесь кое-что совсем незначительно. Ладно? Доверьтесь нам, конечно. Но ездят только пять минут. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, Его хочу любить. Человек-амфибия будет вечно. Будет вечно. Это сказка о добре и его сумасшедшая роль, сумасшедшая красота, как и у Насти Вертинской. Сколько у него сыграла все время Человек-амфибия, хотя у нее фантастические роли были. Актеры – зависимые люди. Не мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает? Так значит, это любовь с первого взгляда. А разве бывает другая любовь? Итак, мы решили добавить несколько ярких пятен в интерьер гостиной. Лучший способ оживить комнату – декоративные подушки. Они ручной работы, шиты из благородного бархата и натурального шелка. С серым цветом прекрасно сочетаются брусничный и бирюзовый. Это воздушное и уютное кресло, разработанное итальянскими дизайнерами. В любой интерьер оно привносит нотку экзотики. Кресло состоит из прочной алюминиевой штанги и кокона ручного плетения. Материал – искусственный ротанк. Он сочетает в себе экологичность и великолепное эксплуатационное качество. Не боится ни дождя, ни холода, подходит для улицы. Розовые пионы и красно-зеленые гортензии – искусственные, но это новое поколение искусственных цветов. В их лепестки добавлен шелк. Цветовые переходы максимально естественны. Далее в идеальном ремонте. Вот это вот кресло, чтобы можно было смотреть телевизор. Я думаю, что кот у него будет спать хорошо. Здравствуйте, Наташа. Я благодарна за то, что вы сделали этот ремонт. Спасибо большое. Сегодня специальный выпуск идеального ремонта. Мы отправились в гости к героям прошлых программ, чтобы узнать, как им живется в новых интерьерах. Оказалось, что переделка кухни вдохновила Владимира Коренева на ремонт всей квартиры. Его гостиная нам понравилась, но ей не хватило ярких пятен, и мы их добавили. Честно сказать, я в восторге от того, что вы продолжили ремонтировать квартиру после того, как вы сделали кухню. Это самый лучший для нас комплимент, одобрение нашей работы. И видя, какая у вас чудесная гостиная, но понимая, что немножко не хватает ярких пятен, мы вот сейчас так быстро кое-что сделали. Ну, во-первых, очень красивые, ядкие подушки. Разложили, чтобы у вас был не сплошной серый диван, а с такими брызгами, акцентами. Вот это вот кресло, которое одновременно, оно же кресло и качалка. Для того, чтобы уж не знаю, вы решите, чье оно станет, кто больше в нем будет сидеть, чтобы можно было смотреть телевизор. Я думаю, что кот в нем будет спать хорошо. Вы знаете, это шикарно. Кот у вас очень красивый, но слишком шикарный. Даже не было кота. И ботанические копии пионов, которые тоже соответствуют по цвету всем пледам и подушкам, такой розовый с серым, классическое и очень красивое сочетание. Спасибо, Наташа, за подарки. Замечательно. Вообще приятно иметь дело с талантливыми людьми, у которых замечательный вкус. Красиво, удобно, хорошо. Однам очень приятно, что все, кому мы помогаем, люди такие зажженные, тоже очень творческие. Я вижу, как не придешь, что все со сценарием или что-то читаете, что вы постоянно с этой жизнью театры. Пожалуйста, радуйте нас и дальше. Оставайтесь такими же. И мы будем счастливы, если вы будете наслаждаться этим интерьером. Спасибо. Итак, мы помогли Владимиру Кореневу завершить ремонт всей квартиры. А теперь отправляемся в гости к его знаменитой однокласснице Ларисе Лужиной. Да, они учились в одном классе в школе города Таллина. Вместе занимались в драм-кружке при Русском драматическом театре. Затем оба решили стать артистами и поехали в Москву. Оба просланились. Буквально на днях они вдвоем блистательно выступили в программе Первого канала «Кто хочет стать миллионером». И они оба герои идеального ремонта. Вот так удивительно связана их судьба. Он всегда везде говорит, что я у него списывала. Я поэтому знаю, что он очень умный. Он действительно был умный со школы. Поэтому я в него верю. И поэтому я взяла его как партнера к себе. В прошлом году мы сделали новую кухню для народной артистки России Ларисы Лужиной, которая живет вот в таком панельном доме, как, впрочем, многие из нас. И сейчас я хочу навестить ее, посмотреть, как она обжилась в этом идеальном интерьере и что нового произошло в ее жизни. Вы приходите. Обязательно приходите. Я буду рада вас видеть. Спасибо. Я непременно приду. Завтра. Завтра начинается через час. Сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захарна, маш с хлебушком, а? Хлебушек? Да вообще трава. Не, я сейчас горбушечка отравился бы. А мы начинаем работы в саду Александра Михайловна. Площадь участка – 12 соток. Откровенно говоря, он пустоват. Нужно добавить растений. Вначале стрижем траву. Затем выбираем место, где встанут кованые качели. Пространство вокруг них мы облагородим. Для озеленения мы выбрали дерен пистролистный. Растет он очень быстро, поэтому кустарник необходимо стричь. Дерен неприхотлив. И нарядно у него не только листва, но и ветви. Они ярко-красные, так что кустарник красиво смотрится и зимой. Еще одно растение – пузыреплодник диабола. Вообще пузыреплодники в России известны давно, но слишком серьезно к ним не относились, пока в начале 90-х годов не появился этот сорт. Появился почти секретным образом в Германии. В Россию его привезли в начале 2000-х. И он сразу стал любимцем российских ландшафтных дизайнеров. За свою бордовую листву, пышное цветение и, главное, абсолютную зимостойкость. Говорят, что сейчас лекционеры по обе стороны Атлантики всерьез занялись пузыреплодником. Так что, возможно, скоро появятся и новые удивительные сорта. Ну, а Наташа Борьбье решила узнать, как семья Александра Михайлова обживает гостинку. Кто здесь чаще всего бывает? Чаще всего бывает старшая дочь с своим мужем. Младшая дочь моя с моей супругой Аксенией, они снимаются сейчас очень много, снимают большие картины. Говорят, очень хорошо работает. Старший сын тоже при деле. Через полторы недели заканчивает институт в ГИК. Все получают диплом. И тоже с работой очень заняты. Ну, и что? Выпускаю курс. Я сейчас уже 4 года отработали мы. И идет новый набор. Сколько студентов-то в течение 4-5 года? Ну, 23 сейчас выпускаем. И как детей их надо 4 года воспитывать. Конечно, конечно. А какой-то результат, какой-то спектакль выпускной? 4 спектакля мы сделали. Поэтому вот 2 спектакля мы сейчас привезли в Карелию. А ну я оркестр. Он меня поставил замечательный мой педагог Александр Федоров. И я поставил сам кошкин дом или именины. Саша очень многое может дать своим ученикам. Я видела его студентов. Как они выступали, как они танцевали. Они выглядели очень убедительно, красиво, молодо. И это делает ему честь. Потому что он вот это народное начало ценит в человеке. Дай Бог ему здоровья на долгие-долгие годы. Ну, самое страшное другое, Наташа. Вот я больше не переживаю, почему я хотела отказаться. Потому что сейчас буду вручать дипломы. И буду смотреть в эти глаза полные слез. Потому что работы нет. Огромное количество вузов, еще и не государственных вузов, театральных. Если хотят быть актерами, театры забиты. И тык-тык, тыркаются и не могут делать. Послушайте, это так всегда бывает. Самые талантливые и самые трудолюбивые, целеустремленные пробьются. Именно трудолюбивые. А остальные станут телеведущими. Менеджерами. Заниматься будут пиаром, делать какие-то проекты. Ну, неважно. Образованные люди вышли там из-под вашего крыла. Ничего страшного. Вы о себе думаете лучше. Вот вы мне скажите, вы вам такую сценку тут сделали на колонне. Потому что мы же знаем, что вы играете на гитаре-поэте. Случалось ли вот за это время... Да, два раза было с камином. Вот здесь вот тут сидели ребята. Здесь и мы сидим. Маленькие спектакли были. Это было-было. Я всегда восхищался и восхищаюсь музыкальными людьми. Саша очень музыкальный человек. Замечательно поет и романсы, и песни. Казачьи песни. Очень у него получается здорово. Вот чего не могу я делать. К сожалению, я не музыкальный человек. Санта-Мария-Маджори Счастье мне дай вместо горя Санта-Мария-Маджори Смотрит с печалью в глаза Мы продолжаем работы на участке Александра Михайлова. Ландшафтный дизайнер Илья Васецкий решил оформить его в стиле бионика. Считается, что родоначальник стиля Испанский архитектор Антонио Гауди. Фактически это модерн или ар-нуво. Его главная особенность – отсутствие прямых углов и текучие плавные линии. Чтобы создать такой сад, мы использовали разноцветные кустарники, которые можно стричь, придавая им различные формы. Место для отдыха оборудовали коваными качелями, изготовленными в Белоруссии, в Бресте. А вот еще несколько гортензий. И советы от ландшафтного дизайнера. Выбирая центром качеля, мы обсаживали растениями, такие как гортензии, макрофила, такие как пузыри-плодники, диабло, и такая, как дерень пестролист, олегантисима. Эти кусты выбраны нами неспроста. Мы хотели по помощи них создать эффект пузырей, не имеющих ровных форм. Я бы сказал, что стиль, который мы выбрали от Орново, это стиль, который отказывается от прямых линий. Следовательно, мы максимально, естественно, пытаемся повторить природу. А в современном языке этот стиль еще называется как бионика. Стиль, который изучает живые организмы и структуру. Не бойтесь использовать небольшое количество видов растений, но собирайте их в большие группы, сочетайте их с разных оттенков цветов. И проявляя в этом смелость, я думаю, что такие сады в стиле Орново должны вам понравиться, как и наш сад Александру Яковлевичу. Далее в идеальном ремонте. Ну вот результат работы нашей ландшафтной команды. Саша потрясающий. Да, да, вот это ваша передача уникальная, конечно. Спасибо за второй подарок. Сегодня идеальный ремонт отправился в гости. Мы побывали у Владимира Коренева, Ларисы Лужиной и Александра Михайлова и узнали, как им живется в новых интерьерах. Оказалось, что наш ремонт вдохновил их на большие перемены в жизни. А Наташа Борьбье побывала в Китае и в Греции, чтобы узнать секреты восточной и западной сервировки стола. Мы заканчиваем работы на участке Александра Михайлова. На площадке перед гостиной ставим стол, плавки и стулья. Они тоже изготовлены в Беларуси, мастерами из Бреста. Это кованая мебель, отделанная массивом. Здесь же появился американский угольный гриль. Его крышка и котел изготовлены из жаропрочной стали и покрыты паркуровой эмалью. Стол мы накрываем в греческом стиле. Замечательные салфетки, а также плед привезены Наташей Борьбье из этой средиземноморской страны. А сама Наташа продолжает выяснять, что же изменилось в гостиной Александра Михайлова за год. Я еще смотрю, что появилось много книг. Вот еще есть пустые места, но совсем, я бы сказала, эти лакуны небольшие. Это что? Пастернак. Спектр. Да ладно, вы шучите. Нет, это не шутка. Это подарок. Вот так приезжаешь на концерт куда-то. Да, это вот с автографом.